Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Всех поздравляю с 1 мая. Первый день такой солнечный, хороший. Позавчера были холодные ветра, бури, заморозки. Но сегодня радостная погода, хорошее голубое небо, солнышко. Приехали на дачу, открываем сезон. За зиму тут понавозили всего, чего только можно. Было, подзапаслись уже перегноем на новый сезон. Кругом, конечно, еще сугробы, грязище непролазное. Но кое-где уже можно наводить порядки. Вот видно, что там примулки мои вылезают. Прекрасно перезимовали. Тут у нас пока еще потоп. Приходится перепрыгивать так, чтобы не плавать. Здесь тоже все пока в сугробах. Вот так выглядит основной участок. Здесь росли мои клематисы. Там спят мои розы, гортензии и все, что я складывала в горшках на зимовку. Шашлычки скоро будут. Подготовились. Заправили две бочки воды талой для бани. Там мои розы. Еще пока до них добраться невозможно. Малина тоже только-только начинает оттаивать. Так, это мой дом цветочник-огуречник. Здесь шурум-гурум, но уже настоящее лето. 22 градуса. То есть кое-какие кустики можно уже вывозить. Ночью, конечно, здесь 22 не будет. Но как раз вот те цветы, которые можно сеять прямым посевом в грунт, можно посеять и поставить их здесь. Здесь они взойдут и будут развиваться раньше, чем в открытом грунте. Здесь свалила все горшки, чтобы петунию привезти. Не вывозить горшки куда-то далеко. В общем, тут у меня пока еще все завалы полные. Сегодня решили пока не работать, а так приехали отдохнуть и порадоваться жизни. Сезон еще весь впереди. Теплицу, крышу покрыли. И был ураган. Крышу срывало. Мы среди недели вечером ползали. Было 20-25 порыва ветра. В общем, ползали в такой ветер и в холод, чтобы вернуть крышу на место. Здесь снег еще не растаял, но уже достаточно тепло. Вода стоит, конечно, между ряди. Вывезла гибискусы. Я их посадила, пролила. И поскольку они еще почки спящие, чтобы просыпались здесь потихоньку. Первые гибискусы у меня дома сидят. Но на них уже появились листья. Поэтому их, конечно, я пока не повезу. Сейчас пойдет большое количество саженцев и просто негде дома все это держать. Это и незачем. Так, это мои актинидии. Не знаю, как перезимовали. Вроде бы перезимовали. Осенью подсыпала мульчу. Купила кору, чтобы травой не зарастало. Розочки мои еще там в сугробе. Глубничные грядки только вот с краю начинают оттаивать. Туда еще не добраться. Вот здесь уголок оттаял. Можно, в принципе, здесь уже потихоньку наводить порядок. Я отсюда убрала барбарис Турнбергера. Он мне сначала понравился, но он оказался очень колючим. Маленько подмерзает. И тут всегда сквозняк. Я решила, что здесь будет очень красиво смотреться пион и тюльпаны. Они красиво выглядят весь сезон. И в то же время они не колятся. Так, вот около бани здесь уже оттаяло. Здесь у меня грядка. На ней растут пионы и дельфиньомы. Вот здесь у меня виноград. Тоже оттаивает уже потихоньку. Хочу вторую грядку тоже засадить виноградом. Смородина. В общем, работы масса. И пока сыро. Порадуемся свободному времени и хорошей погоде. Здесь у меня вишневый беспорядок. Вишня вся заросла. Осенью не было времени ее обработать. Вот сейчас как раз можно ее и опрыскивать, и выдрать траву. Где-то что-то замульчировать. Это войлочная вишня. Ее я уберу совсем. Она то отрастет, то замерзнет. Вот сейчас видно, что она уже никакая. Посадила несколько раз. Вот опять посадила кустики. Вот эти, не знаю, вроде бы живые, вроде бы неживые. Смородина уже оттаяла. Вот смородину самое время уже обрабатывать. Два-три дня и почки распустятся. У меня яблонька молодая. Но смородина ей ничего нет, не будет. Она как бы самая такая, похоже, жизнестойкая. Вот это у меня моя слива. Я так понимаю, что это слива. Гадала-гадала, из черенка вырастила. Теперь сама гадаю, что это за дерево. И посадила я его. Вот это у меня маленькая груша. Она у меня обмерзала. Я думала, что ей капут. Ну и посадила этот черенок сливы. Она маханула вот метра три уже. Тут мои яблоньки. Уже оттаивает. Я надеюсь, что вот тут есть плодушки. Надеюсь, что уже первые цветочки и яблочки у нас будут. Это московское ожерелье. И вон там еще яблонька чудная. Тоже очень красивая. Ну, вроде бы нормально перезимовали. Сирень венгерская моя огроменная. Здесь у меня черенки. Вон только макушки от них торчат. В общем, они еще в сугробе. Здесь у меня дубок. Дубок тоже перезимовал хорошо. Хотела его пересадить осенью и боюсь трогать. Но и в то же время построили здесь навес. Ему теперь здесь не хватает солнышка. Вот такой у нас тут бассейн. 9 кубов. Огромная такая емкость. Глубина где-то около чуть больше метра. После баньки сюда мы заныриваем. В общем, примеряемся, присматриваемся, планируем, что сделать в первую очередь, что можно оставить на потом. Ну, конечно, больше всего я жду, когда теплицы будут готовы, чтобы вывести. Работы впереди очень много. Так что присоединяйтесь. Буду рада видеть вас на своем канале. С вами была Елена и канал Женские секреты. Всех с праздником и хорошего всем настроения.